И если честно, даже немного отвык от всего этого, но сегодня мы с вами возвращаемся к новостям, так как и в матчах было много всего интересного и начались первые громкие трейды, которые мы, кстати, один из которых мы вчера предсказали, поэтому бойлеры, усаживайтесь как можно удобнее, всем приятного, кто кушает, и погнали смотреть! Начать сегодняшний выпуск хотелось бы с того, на чем по факту мы тормознулись еще вчера, это Милоки Бакс, коротко по матчу, который проходил сегодня с Филадельфии, это был нереальный триллер, где сначала подопечные Буденхольстеры никак не могли найти свой атакующий ритм, набирая за первую и вторую четверть жалкие 18 и 13 поинтов с реализацией 1 из 17 из-за дуги, что, конечно же, удерживало А, команду на жестком дефиците очков, Б, Филадельфия в этот момент, несмотря на обилие потерь, а их было 13 бакс, 11 у Филадельфии, в атаке посредством Симмонса, Хэрриса, Каркмаза и даже Дуайте выглядели один фиг намного лучше, так как их высокий пик-н-роллы и быстрый транзит мяча на чужую половину раз за разом ставили в тупик оборону оленей, и В, мне, если честно, в тот момент времени, когда на табло я увидел разницу в 18 поинтов в сторону хозяев площадки, показалось, что смысла далее продолжать смотреть это избиение уже, пожалуй, нет никакого, так как Янис и его команда выглядели, ну, просто ужасно, банально не понимая, как им взаимодействовать против такого плотного и успевающего практически везде дефа от 7 из 6, и самое главное, 7 из 6, у которого не было Джоэля Имбида. Однако, как это обычно и бывает в NBA, первая половина далеко не всегда показатель конечного результата. Собственно, после того, как команды вернулись на площадку и после того, как в третьей 12-минутке Бат усадил Яниса на бенч, его коллектив вдруг неожиданно берет и выдает феерический рывок 13 к 0, обеспечивали который в большей степени Деви Ченза с регулярными набегами на краску соперника, Холиды и Пэт Коннатон с дальними выстрелами. По итогу же, спустя всего лишь несколько минут от того самого провального начала и, казалось бы, колоссального разрыва, не остается и следа. Милоки сравнивают счет, на площадку возвращается мистер Грикфрик, и противостояние наконец-таки начинает напоминать нам то, что все мы и ожидали от битвы между топами Востока. Однако, самое интересное нас поджидало еще впереди. Во-первых, в финальном отрезке команды играли настолько ровно, что в какой-то момент времени, а если быть точнее, то с пятой минуты счет в матче вообще замер, и никто в течение трех минут пятнадцати секунд не мог реализовать вообще ни один свой бросок. Во-вторых, засуху по части набора очков прервали ребята из Филадельфии, они сделали это первыми, подарив нам вследствие чего одну из самых напряженных концовок сначала вообще, мне кажется, второй половины регулярки, так как на каждый их результативный выстрел у Бакс всегда находился ответ, то от Деви Ченза, то от Лопеза, то от Холиды, а при том все эти броски совершались с дальней дистанцией. В-третьих, решался исход матча по факту на последних секундах, когда за одиннадцать секунд до конца Дэнни Грин из угла валит сначала точной трехочковой, затем за шесть секунд до конца Миддлтон решает сыграть на верного, и на мой взгляд он абсолютно правильно поступил, позволяя завладеть своей команде преимуществом в плюс три поинта после забитого им Изи Лояпа, ну а в ответ на это невероятнейший Фуркан Каргмас, воспользовавшись факапом Деви Ченза на перехвате, берет и зашвыривает свой главный бросок в этом поединке, отправляя нас всех дружненько в дополнительное время, к слову, в котором Буденхольцер воспользовался полноценно той тактикой, что мы разбирали с вами во вчерашнем ролике. Мистер Янис в одно лицо практически, но не без помощи своих тиммейтов, просто берет, набирает плюс десять свой актив и закрывает по факту встречу, которая в самом начале казалась просто невероятной и невывозимо провальной. Браво! По статистике, командной и личной она, в принципе, находится на ваших мониторах, но это по части бакс, если что, еще не все, так как минувшей ночью, как, в принципе, предполагалось, Пиджей Такер посредством обмена на Диджея Агастина, Диджея Уилсона и незащищенный пик драфта 23-го года обретает для себя новый дом и новый коллектив, и теперь, собственно, будет помогать полноценно новой команде для себя оформлять победы не только в регулярке, но и в постсезоне. Помимо Такера, если что, в бакс уезжает еще и Родион Курут с пиком первого раунда драфта 22-го года, отчего можно сказать, что Олени в данном трейде, на мой взгляд, однозначно приобретают только плюсы. Им давненько не хватало такого опытного и скиллового парня, как Такер, теперь же он у них имеется, и я уверен, он прекрасно впишется и дополнит стартовую ротацию команды, обеспечивая и хорошую поддержку с дальней, и еще больше сможет усилить деф Милоки Бакс. А, господа, погодите, еще кое-что важное по матчу Милоки и Филадельфий. Все потому, что сегодня Бен Симмонс совершил невероятное. Он реализовал третий трехочковый за сезон, обновив тем самым свой личный рекорд по этой части. Все. Далее Бруклин Индиана, поединок, в котором события развивались по очень похожему сценарию, что и в поединке, разобранном нами вот буквально только что, но со своими, правда, отличиями. Во-первых, тут сразу хочется отметить, что в игре участие, опять же, не принимал Кайри Ирвинг, который боролся на этот раз с очередной травмой, с болью в паху. Во-вторых, все мы с вами знаем, что Бороди обычно на эти самые факты класть вообще, и он способен в одно личико просто брать и вытаскивать на себе целые поединки. В-третьих, Блейка пока что все еще ожидаем. В итоге, в первой 12 минутке, пока на площадке 13 номер Бруклина находился, дела у команды шли более-менее неплохо. Да, была дырявая оборона от Деандра, которого Домантас и кто бы то ни было вообще в краске не замечали, да, были недоразмены на дуге, из-за чего летела Нец оттуда крайне нехило, и да, Пейсерс отлично при этом защищались. Но пока по паркету бегали ножки Хардена, коллектив кое-как держался близко по счету. Однако, стоило только Нэшу дать пару минут отдыха своей главной звезде, как тут же Индиана оформлять неприличный рывок 8 к 0, доводя счет до разницы в плюс 15, что для Бруклина выглядело как отцовская колобаха, и стало с результатом 40-25 худшей четвертью со старта чемпионата вообще. Филили более всего у Пейсерс в эти минуты Сабони, Сливерт и Брогден с хорошей поддержкой при этом своей скамейки, однако, если в противостоянии Бакса Филадельфии проигрывающей стороне потребовался целый большой перерыв, дабы привести себя как-то в чувство, то здесь же изменения начали происходить намного раньше. Так как уже с начала второго отрезка Бруклин неожиданно заиграл в защите, стараясь не позволять самое главное Сабонису набирать легкие поинты, заходить как к себе домой, в общем-то, в зону трехсекундную. Плюс, Харден, Грин и Херрис смогли практически втроем в этот момент отыграть первоначальный разрыв, завершая половину с разницей всего лишь в минус 3. Что было далее? Третья четверть прошла, надо сказать, полностью в равном противостоянии, где Бруклином была проделана, пожалуй, самая большая работа в этом матче, так как задача остановить всеми силами огневую мощь Сабониса была все-таки выполнена, ведь за первый отрезок в его активе красовалось 14 очков, за второй 4, за оставшиеся 2 0. Да, безусловно, команда на этом не останавливалась и находила ключи к решению проблем в атаке через Брогдана, Тернера и Холидея с помощью, опять же, Домонтоса, но уже исключительно на подборах и ассистах. Однако, согласитесь, если одного из главных скороров команды начинают жестко душить, то рано или поздно на результате это все равно скажется, что, собственно, и произошло. В четвертом отрезке Харден в режиме хьюстонский мальтиво МВП подрубает пятую космическую, флоутерами и дальними на пару с Хэрисом оформляет рывок 10 к 0, который по факту и поставил точку в данном противостоянии. Мне лично из сегодняшнего матча отметить еще очень хотелось бы у Бруклина, безусловно, Тайлера Джонсона и Джефа Грина, которые были очень активны на своих минутах, и тот же самый Грин работал явно лучше, на мой взгляд, и больше, чем, опять же, неподвижный Джордан, плюс порадовала в целом скамейка Nets, где все, кроме Тимати, завершили игру не только с двухзначными цифрами в графе очков, но и с плюсовыми показателями плюс-минус. Про Хардена же говорить особо нечего, бородатый Божило набрал трипл-дабл из 40 очков, 10 подборов и 15 ассистов, что стало вторым в истории франшизы трипл-даблом с 40 очками у игрока. Первый реализовывал Винс Картер еще в далеком 2007 году, используя при этом целый овертайм. У него тогда собралась линия из 46 очков, 16 подборов и 10 передач, что еще раз подтверждает, каким же все-таки Джеймс является невероятным игроком и скорером. За что, я считаю, лайк обязательно надо поражать. И сделать это прямо сейчас. А, да, чуть не забыл. Вы только гляньте, как, кстати, реагирует Клэкстон в послематчевом интервью, когда ему говорят то, что Харден сегодня набрал 40 поинтов с такой-то линией, о которых он, походу, и не подозревал. Что странно? Ну да ладно. Лучшие игроки матчей, статистика командная находится на ваших экранах, ну а мы с вами перемещаемся далее. Финальная новость на сегодня связана на самом деле с очень неприятными событиями, так как в поединке, где встречались на площадке Голденстейт и Хьюстон, воины, проводя более чем уверенно свой матч, в третьей четверти неожиданно лишили своего главного лидера в лице Стефана Карри, так как попытавшись совершить бросок через руки Кевина Портера, Карри это делает, правда, в момент приземления и по инерции он делает пару шагов назад, спотыкается о маленькие металлические ступеньки, расположенные позади него, и ударяется, по всей видимости, об одну из них копчиком. Ммм, выглядит, мягко говоря, болезненно. После чего Карри, само собой, площадку покидает и более в матче не появляется. Пока врачами команды не было дано точных оценок повреждения и тем более сроков возвращения Карри в строй, но, например, сам же Стив Кер настроен, как всегда, оптимистично, сказав, что Стеф, возможно, да, пропустит матч с Мэмфисом, но не стоит, мол, начинать вообще-то переживать и писать, что лидера команды не будет неделю или более. Травма, мол, несерьезная, ушиб копчика заживет и все, снова в бой. На самом деле, меня лично такие прогнозы Стива всегда радуют, потому что они всегда от него таковы, и, надеюсь, действительно, ничего серьезного Стив себе не повредил, и в скором времени он вновь появится на площадке. Но по самому же матчу сказать особенно-то реально нечего. Для Хьюстона это стало 18-м к ряду поражением. Антирекорд побит, вчера было 17 поражений, сегодня 18. Команда находится сейчас на грани тотального развала, и, скорее всего, в ближайшее время изменений там положительных точно наблюдаться не будет, ибо Такер уже ливнул, единственного, кого публично отказываются менять во фронтофисе Хьюстона сейчас, это Кристиана Вуда. Остальные же все, в принципе, могут приготовиться, сесть на чемоданы и ожидать какого-либо трейда. Печально, на самом деле, то, что Хьюстон впал в такую жесткую депрессию, но, наверное, после ухода Джеймса Хардена и, в принципе, после ухода тренера и после ухода генерального менеджера, которые строили эту команду и другого результата, ожидать и не стоило. У меня же, господа, на сегодня все. Все оставшиеся матчи и поединки, которые не попали в сегодняшний обзор, а их было действительно сегодня много и все они были интересны, можете переходить и посмотреть по ссылочке в описании в нашем телеграм-канале. Ну, собственно, я уже сказал, что на сегодня все. Большой палец вверх, если ролик понравился. В комментариях напишите, что вы думаете по переходу Такера в Милоки, и давайте на этом останавливаться. Услышимся и увидимся с вами, как всегда, совсем скоро, и всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok